ВОЛОДКИЙ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ Я инженер-экономист полиграфической промышленности и маркетолог, второе высшее экономическое. Про психотронный террор я услышал от своего деда, ветерана НКВД, который умер 1 мая 1986 года. И в 1975 году я услышал про психотронный террор от одного из своих одноклассников, который даже рассказывал мне про аппаратуру, которая для этого используется. И показывал фотографии квартир людей, которые подвергаются облучению. Показывал фотографии того, как они защищаются. Сам я подвергся репрессиям в советское время. Первый раз за то, что я в 1977 году сказал, что не будет построен коммунизм по программе партии. В 1978 году я попал в психиатрическую больницу номер 13. Я отрицал возможность построения коммунизма, возможность исполнения программы партии в данные сроки. И потом был со мной этот разговор проведен на семейном совете. Мне запретили что-либо подобное говорить. Дед сказал покойный, что решил себя убить. И тебя убьют, если думаешь, такие вещи говорить. Я прекратил это говорить. Я был комсомольским активистом, ничего не говорил такого. Работал в военной типографии, в полиграфическом техникуме, в бухгалтерии. В военной типографии в цехе на складе полуфабрикаторов, в прошуровочном переплетном цехе. Потом бухгалтером работал, главным бухгалтером. Потом опять бухгалтером работал, в коммерческих фирмах различных. Видел людей, подвергавшихся психотронному террору. Первый раз я увидел такого человека в 1969 году в нашей средней школе, 475-й. Он сказал, первоклассник, что Брежнев ничего не делает для страны, что люди живут плохо и страна находится в оккупации. Я не напомнил его слова. И это было передано классному руководителю нашему. Она вызвала по телефону, по звоню, Нина Сергеевна, а фамилию не запомнил. Вызвала человека из КГБ, пришел человек в штатском костюме и принес некий аппарат, вот небольшого такого вида, небольшого, какой-то приборчик, который помещался в кармане пиджака. И дал его одному нашему однокласснику и сказал, что ты должен все время находиться недалеко от этого человека, который говорил. Вот, включи его, вот он нажал, и находись недалеко от этого человека. Вот он потом отключил этот прибор, и каждого из нас заставили что-то про этого мальчика плохое сказать. Вот. И кто заставил? Заставил этот КГБшник и классный руководитель. И это было записано на этот приборчик, он был похож на фруктативный магнитофон, вот такого размера был прибор, может быть, чуть-чуть побольше, но не больше, вот такого размера был прибор. И этот парень носил этот прибор в обключенном состоянии, и я смотрел на этого мальчика, видел, как этот мальчик плачет на занятиях и хватается за голову. Потом мальчик попал в больницу, вот, и исчез на несколько месяцев. Потом он появился, но стал каким-то странным, очень молчаливым, и вообще перестал со всеми разговаривать, только говорил много на занятиях, отвечал только те вопросы, которые ему задает школьный учитель. Потом в 1975 году от Сергея Барышева, своего одноклассника, услышал я про психотрон, и само слово психотрон услышал. Потом я учился в полиграфическом техникуме, и про психотрон я услышал от одного из студентов техникума, который рассказал мне свою историю, как он попал под это облучение, как он попал под эти репрессии, и отчасти что знал, что это такое, рассказал. И этот человек рассказал мне, что он попал под психотронное облучение в армии, за то, что у него во время обыска нашли листовку общества посев, подписанную Владимиру Дмитриевичем Паринским. Листовка эта призывала переходить за границу, переезжать на постоянное место жительства. Командование части приказывало эти листовки сжечь, когда их разбрасывали с воздушных шаров, которые расстреливала их воинская часть. А он эту листовку прочитал и положил себе в карман. Во время обыска в части у него нашли эту листовку в кармане, после чего он был отправлен на психиатрическую экспертизу принудительную. И когда его там полностью забарковали на этой экспертизе, он был подвергнут облучению ультразвуком и действию торсионных полей. Он рассказывал об этом мне. Этот человек стал наркоманом, сильно кололся, чтобы не слышать ультразвук. А потом он где-то куда-то исчез, но приходили люди в штатском, которые требовали на него характеристики от преподавателя, от учебной части. Постоянно звонили, требовали на него характеристики. Я слышал эти звонки, потому что я заходил по делам в учебную часть. А потом он ушел в техникуму, бросил там учиться. И не знаю, куда он делся, но мне он говорил, что ему осталось недолго жить, не больше полутора лет, что его уничтожат. Его уничтожают, его уничтожат. Когда мы с ним прогуливались по центру Москвы, я замечал, что за нами следует хвост. Вот. Я это замечал. И один мой друг, наш общий друг, который с ним дружил, мне отсоветовал с ним дружить, потому что он сказал, что будешь с ним дружить, тебя убьют. Вот. И я с ним раздружился тоже. Он был этот... Саша Мазур был антисоветчиком, ну, может быть, стал антисоветчиком в результате этих излучений. И спорил на вопрос идеологии, постоянно со мной взял споры. Потом рассорился, не найдя. Он до мне понимания раздружился. Потом я услышал про психотронный террор в бухгалтерии и техникуме. Я работал, там работала женщина, ее звали Нина. Она подвергалась этому террору за то, что как-то высказала свое неприятие советской действительности в резкой форме. И ее травили в ее квартире. И там на работе в бухгалтерии она говорила, что она слышит звуки, исходящие от холодильника, который там работал. Ультразвук слышит. Мы все не слышали эти звуки. А она слышала звуки, которые шли от холодильника, который стоял рядом со мной в бухгалтерии. Женщина была как человек очень хорошая, добрая, очень обзывчивая. Я обратил внимание, что у нее было очень бледное лицо. То есть бледность была совершенно смертельная. Хотя вроде нормально питалась она. И от работы где-то полгода с нами эта женщина была вынуждена уволиться, потому что ее очень сильно травил, сильно необоснованно травил главный бухгалтер. Который кто-то звонил и про эту женщину расспрашивали. Какие-то люди приходили, требовали от администрации техникуму характеристику на эту женщину. Работая в техникуме, я говорил с начальником отдела кадров, которая потом уволилась. У меня с ней были хорошие отношения. И она сказала, что весь персонал техникума пасет КГБ. Они сюда часто приходят, просматривают личные дела, постоянно смотрят, кто здесь работает, что тут за люди работают. Я замечал постоянно людей в штатском, которые туда приходили в отдел кадров. Видел я таких людей. техникуму ТГБ ТГБ хотел занять здание техникуму, потому что оно находилось в самом центре Москвы, Митровский переулок, ДОК-9. Они пытались его занять, требовали, чтобы директор переезжал куда угодно, в любое здание освободили это помещение. В конце концов, там кто-то подобный вот этой компании поселился. вот был ремонт и в этом помещении находится компания, которая мне внушает подозрение, что это филиал этой организации. А Вы какие виды воздействия на себя испытываете? Я испытывал угрозы, оскорбления, испытывал электронные воздействия постоянные ультразвук вот постоянные воздействия ультразвуком в любом месте, где бы я ни находился. Вот в течение пяти лет круглые сутки, уже шестой год. Точная дата с 27 мая 2007 года. Активная обработка вербальные воздействия 2004 года. С вегулярием 2004 года. Вот. Были преследования на работе в типографии с 92 года, когда я стал говорить, что я сам плохой человек, плохой президент. Мне выражали убийством в типографии. А кто выражали? Там выражали люди, которые там работали, говорили, что если ты будешь такие вещи говорить, то тебя убьют. Начальник печатного цеха говорил такие вещи. Еще там один человек. То есть но там ничего не получилось и один из рабочих, который работал в переплетном цехе, тоже такие вещи говорил. Грущик. Но там ничего не получилось у них, потому что у меня там очень высокий был авторитет, я типографии военной был нужен, никто не хотел работать на этом месте. Там работа была в очень тяжелых условиях, в подвале тяжелые условия, низкая степень освещенности, плохой воздух, зашумленность большая, был я там очень нужен, там редко кто выдерживал больше трех месяцев, а я там отработал девять с половиной лет. А дома какие возилищи ощущают? Дома ощущаются обучение ультразвукам и какие-то еще вот обучения которые влияют на общее состояние. В частности воздействие на левое полушарие мозга именно в этой области облучения ультразвуком активные колоса психотронщиков звук низкой звуки высокой частоты бывает типа каких-то гудков попытки не дать спать вот облучение очень сильное ночью облучение на работе помещения в рабочем попытки травли которые там на работе были но не со стороны коллектива коллектива как такового нет попытки да там со стороны коллектива были там со стороны начальника по безопасности который уже уволился вот еще что попытки воздействия моего начальника с целью моего увольнения вот вот с работой вот обвинение в гомосексуализме постоянное вот хотя я просто не уважаю мужчин как таковых после 93-го года за то что они не пришли защищать свои интересы у дома советов не уважаю практически никого тех кого я там не видел на баррикадах я не уважаю вот для меня эти люди никто даже члены моей партии не вызывают уважения если они не были там на какой партии члены КПРФ вот скажите пожалуйста вы обращались куда-нибудь вот писали что вас обрабатывают я обращался в СЭС с просьбой провести здесь измерение был получен отказ который я показывал Олег Яковлевне Петуховой они мне ответили что мы не занимаемся измерением ультразвука не занимаемся обращайтесь в милицию обращайтесь в прокуратуру вот обращался с целью замерить здесь уровень радиоактивного излучения потому что ухудшалось общее состояние организма мне ответили отказом на том основании что мы не занимаемся измерениями радиации в частных квартирах вот то есть мы готовы провести измерения на коммерческой основе за деньги да обращался в компанию Родон вот чтобы мне провели измерения радиоактивности за деньги там человек который был на том конце трубки услышав мои слова сделал вид что он ничего не слышит вот а вы сами замеряли все я замерял прибором со сна который показывал здесь превышение в несколько раз альфа лучей сколько у вас было у меня было здесь 120 150 показывал рентген единиц мили микрорен да 120 150 показывал светился вот даже бывало до 200 и потом я этот прибор никогда не выносил из дома он всегда находился здесь в этой комнате прибор был испорчен сейчас он не работает я менял батарею все равно он испорчен прибор был испорчен преднамеренно вот замерял в этой квартире проводил измерения на прослушивание установил что здесь ведется прослушивание всех ведущихся здесь разговоров вот говорил специально всякие вещи для проверки потом то что я говорил здесь в этой квартире становилось известным у меня на работе я проверял это прямо звонили директору директору говорили там становилось коллега моим по работе известным бухгалтерии пытались там лица которым кто-то звонил пытались меня отравить активно вот лица эти потом совершили должностные преступления и уволились из бухгалтерии должностные преступления совершились деньгами с подотчетными эти лица уволились то есть это были нечестные непорядочные люди вот вы храните никаким тетом значит поскольку у меня дед покойный мне сказал от кого исходят подобные вещи я не обращался с правоохранительные органы и Алла Яковлевна тоже мне сказала от кого исходят такие вещи была попытка завести на меня уголовное дело на моей работе вот с целью обвинения в в омосексуализме вот там шофер написал заявление я вынужден было вращаться правозащитной организации чтобы меня защитили вот звонил юристам звонил вот на работе на следующий день стало это известно хотя утром на работе на той на моей работе который потом работал где пытался работать в компании тоже такие вещи были там этим занималась целая группа людей которые находились в соседнем кабинете вот всякими оскорблениями занимались и там я даже заметил заглянувши в этот кабинет заметил что в этом кабинете установлен компьютер на котором просвечивается в видах в видах значит коридор есть выходы на коридор просвечивается наш кабинет показан внутреннее состояние мое рабочее место показывает показано вот подвергался физическим воздействием дистанционным вот болевые ощущения чувствовал уколы в разных частях тела удары в области мошонки вот дистанционные торсионные значит удары по голове достаточно часто и в 2009 году очень сильные удары по голове сильные удары дистанционно в области мелко вынужден был защищаться делая на шапку прокладки из кожи и это все смягчало очень сильно пользовался советом яковл и сейчас на работе ощущается излучение ультразвуковое и еще какое-то излучение которое ухудшает общее функциональное состояние в области левого полушария в мозгах воздействия изменение давления вот причем именно на моем рабочем месте при отходе от рабочего места состояние нормализуется вот вот так ну что еще значит слышал я по сети всяческие угрозы вот постоянные оскорбления угрозы убийства вот значит приходили люди которые пытались проникнуть в мою квартиру которых я не знаю я видел этих людей вот когда я поставил железную дверь и вообще прекратил открывать кому-либо дверь вот люди перестали приходить сейчас стали опять приходить приходили люди которые поджидали меня и в коридоре и там подвергали оскорблению непосредственно в коридоре на его домах вот здесь вот а что они говорили ну говорили что что такое пенурас вот негодяев что оскорбляли там всячески вот замечал я повышенный интерес от моей соседки из 62 квартиры ко мне как она пыталась сюда влезть в доверие пыталась сюда выходить что-то расспрашивать вот мой дедушка меня предупредил о том что этот человек сексот и я даже видел потом как ее вербовали какие-то люди в штатском для работы против меня даже это сам видел и слышал вот прямо на скамейке около моего дома ее пытались забывать потом она вела себя соответственно человеку который завербован спецслужбами как сексот жильцу моей квартиры вынужден был сдавать комнату когда остался без работы она внушала что я человек психически ненормальный больной опасный эта женщина говорила ему вот и я этому человеку сказал что нафиг сот и отсоветовал с ней разговаривать я с этой женщиной не говорил но более двух лет до ее выезда из комнаты просто перестал разговаривать и здороваться тем не менее она ходила по всему дому и распространяла порочащие меня слухи вот о моей причастности к гомосексуализму но это постоянно такие обвинения вот постоянно это я прекратил всяческие разговоры с жильцами этого дома все и всяческие потому что приходили какие подходили ко мне какие-то люди которые повышенно интересовались моим здоровьем необоснованно вот я в них спрашивал а вы что интересуясь вам что за это платят вот они от меня отстали после этого ну что еще значит были частые случаи когда в подъезде моего дома когда я туда заходил стояли молодые люди которые начинали мне угрожать когда я туда заходил в подъезд дома своего вот довольно долго такое продолжалось потом увидев что я никак не реагирую на эти вещи это прекратилось но сейчас имеется место облучения на работе дома прослушивание телефона причем прослушивание активное когда если что-то этим людям не нравится то что я говорю разговоры прекращаются прекращают разговоры резко вот сразу прерываются разговоры мешают заниматься партийной деятельностью мешают обзванивать товарищей по партии вот мешают обзванивать часто прерываются разговоры вот часто до людей которые находятся дома невозможно дозвониться я заведомо знаю что эти люди дома вот часто прорываются разговоры на мобильном телефоне вот то есть ко мне по мобильному телефону почему-то не могут дозвониться или же разговор по мобильному телефону прерывается вот я из-за этого вынужден был мобильный свой отключить с мобильного телефона дистанционно были похищены деньги хотя я никому его не давал не давал никому в руки ну то есть на мобильный телефон приходили смс-сообщения с оскорбительного характера вот такое бывало значит активные очень активное воздействие началось когда я в феврале 2004 года заявил что мне напрасно мы напрасно делаем такие большие отчеты по пенсионному фонду потому что пенсии нам платить не будут потому что деньги взять будет просто неоткуда меня спросили почему это происходит произойдет я сказал что страной управляют и экономисты и руководство нашей страны ведет страну к гибели к экономической гибели вот но после этого вокруг со мной прекратили разговаривать на работе там я работал в ферме от меня просто начали люди шарахаться вот как от зачемленного а потом началась травля активная там начались оскорбления активно начали травить стали препятствовать исполнять служебные обязанности на работе активные воспрепятствия похищались документы с моего стола бухгалтерские документы похищались вот такое было потом меня обвиняли в халатности вот значит что еще было я был свидетелем видел я что у нас на работе пришли какие-то люди которые проводили совещание в кабинете директора после которого коллега по работе в галтерии мне сказала у меня были лишь с ней хорошие личные отношения что тебя хотят уволить сославшись на то что ты плохо одеваешься я был вынужден потратиться на шикарные костюмы офисные я стал одеваться лучше всех вот потом она сказала что тебя хотят уволить что ты потому что ты опаздываешь там на несколько минут на работу я стал проходить на полчаса раньше раньше всех стал приходить на работу были посещены документы платежные фирмы где я работал со стола и я был вынужден просто жаловаться директору фирмы что я не не выносил эти документы со стола когда уходил они были на столе кабинет был закрыт вот а утром пришел документов не было вот документы счета фактуры платежные документы вот после чего там они появились и там коллега якобы из бухгалтерии взяла внезапно появились тогда я сказал что буду жаловаться куда-то сюда вот внезапно вдруг они появились на третий день вот то есть значит было произведено две попытки нападения на меня во время инкассации денег я носил деньги сберегательный банк вот какие-то неизвестные лица которых явно кто-то навел вот как я не без основания подозреваю секретарь с моей работой которая кому-то звонила и доказывал докладывал обо всех моих передвижениях вот я увидел что за мною следует автомобиль увидел в котором ездят люди которых я запомнил вот потом когда я нес деньги в банк на меня пытались напасть во время инкассации я был вынужден обзавестись гигматическим пистолетом обратиться за помощью к охране в себе на работе подполезать охрану потому что я носил деньги один вот таких попыток было произведено целых три был произведен выстрел в спину из пневматического оружия с балкона девятого этажа в моем доме я находился у себя на балконе сейчас этот балкон я пожаловал своему коллеге который товарищ по партии не по партии товарищи по обороне дома советов работает в силовой структуре пожаловался сказал откуда был выстрел произведен после этого на этом балконе там все было заделано какие-то люди пришли все заделали наглухо там вообще в этом балкон там даже человек не может подойти и прям наглухо заделали эту панель балкона сосед по девятому этажу который живет в моем доме сказал что меня оскорблять обвинять придираясь в доме сексуализме находясь в подъезде моего дома рядом с моим домом сидя на скамейке я с этим человеком никогда не разговаривал вообще никогда не разговаривал никогда не контактировал вот то есть он обо мне ничего знать не может и в первых уст значит ему кто-то деньги за это заплатил потому что иначе так человек себя не может вести с которым у меня не было никаких отношений вот то есть вот на мою квартиру пытались напасть три раза бандиты вот три раза бандиты пытались напасть один раз когда я выходил из квартиры была попытка нападения из соседней квартиры на моей площадке находящейся сейчас там уже люди эти не живут она уже принадлежит другим людям тогда квартира это сдавалось всегда в аренду вот открылась дверь и два человека пытались выскочить и наброситься а потом один сказал что он без них что у него ничего нет вот приходили люди два раза которые пытались проникнуть в квартиру вот спрашивая заведомо вещи что они четвертый это этаж а это восьмой этаж потом я увидел по телевизору как этих людей арестовывали как банду которая охотится за квартирами одиноких москвичей я увидел опознал этих людей на экране телевизора значит кто-то этих людей на эту квартиру навел вот они были сознательно тем-то наведены вот значит на мою бабушку кто-то позвонил психодиспансер и заявил что она необменяемо находится что она человек опасный мне позвонили из психдиспансера и сказали что на вашу бабушку жалуется я говорю кто спросил кто жалуется бабушка тогда уже не выходила из квартиры по состоянию здоровья уже не выходила в последние несколько лет мне отказались говорить они только спросили вы согласны ее содержать сами за ней ухаживать я сказал да и спросил кто же на нее доносит я бабушке все это сказал она удивилась вот тоже это как-то я ехал в автобусе и там два человека которые я не знаю их которые меня там оскорбляли один из них у другого спросил почему его травят а тот сказал что его будут травить до до конца жизни потому что он является важной персоной такой важной персоной я являюсь что я человек рядовый обычный я подозреваю что охотится за моей квартирой что меня пытаются уничтожить с целью завладеть моей квартирой моей собственности я был вынужден приоритизировать квартиру тогда преследования не прекратились облучения не прекратились я был вынужден написать завещание на своего брата но преследования все равно не прекратились вот то есть не вербальные воздействия не грозы вот не облучение все это продолжается хорошо А на работе я в лифте работаю. У меня там со всех сторон сталь и я по этажам держу. Я даже из него выходить не имею права. Но там вообще, там тоже есть много микрозонок и просто еще есть там и глухие лето. Вот оно, если горят три лампы, вот эти две еще, то значит есть прослушивание. У Аллы Яковлевны там вообще светилось просто страшно у него, вот и есть. Ну вот на компьютер показывает, это я знаю, на принтер показывает. Вот здесь вот он у меня очень много, вот тут. Да, здесь показывает. Видите? Как прибор называется? Вы знаете, он даже какой-то не дал название, объяснил как работает. На работе я проверил, где я работал в офисе, там у меня лампы загорелись, прослушивали тоже. Вот. Там, ну там баба работала на начальник по безопасности, на милицию работала и она там прямо отвечала. Вот смотрите, вот есть прослушивание. Может быть даже сквозь стены, но он такой чувствительный прибор. Есть, 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 есть прослушивание. В коридоре. Вот тоже оттуда показывает для вас. Второе, значит, вот этот, электромагнитное излучение. Когда третье горит, это прослушивание. А это вот просто, что работает. Вот этот прибор там. Видите, он запломбирован, потому что там батарейка стоит. Я его берегу и особо так не эксплуатирую, чтобы не жечь батарейку. А этого человека убрали, как только он мне продал прибор в коридоре. Его убрали сразу. Вот. Там, значит, на работе там я одному рабочему дал почитать книгу, биографию Карла Маркса. Вот. Этого рабочего избили. Вот. Идиhen. Иди